Продолжение следует... Это и есть факт признания права чеченского народа на свою государственность. Право чеченского народа продолжать борьбу для деоккупации нашей страны. Кого это напрямую касается? Конечно, это касается Кадырова и Путина. Именно поэтому они исходят. Одни там объявили миллиард долларов, другие объявили непонятно какое-то там благоденствие на несколько поколений семей. Просто они считают... Ну, они заблуждаются. Все. Это уже вышло за рамки, за границей. Сегодня персонифицировать это нельзя. Нам за эти годы удалось создать очень сильную, серьезную команду. Очень много молодых людей, которые могут в любой момент продолжить нашу борьбу за нашу свободу. Есть этот потенциал уже. Поэтому, что бы со мной ни случилось, дело Ичкерии, оно уже победило. Мы, иншаллах, отстояли свою свободу. И благодаря украинскому народу окончательно и бесповоротно весь мир вынужден будет считаться с тем, что наша территория оккупирована. Вот что толкает Путина и Кадырова на такие личные выпады в мой адрес. Они считают, что это я сделал, что это со мной связано персонально. Но это не так. Ахмед Халидович, на чем держится на сегодняшний момент власть Кадырова в Чечне? На русских, российских штыках. Абсолютно. Только на российских штыках. И на страхе, и на угрозе. И на все дозволенности существующему режиму на этой территории. Поэтому проявление, любое проявление инакомыслия в Чечне, оно карается не лишением свободы, не изгнанием, а жизнью. Люди лишаются жизни. Вот этот страх пока еще давлеет над чеченским обществом, которые остались на оккупированной территории Чечни. Вот на этом и держится кадыровская власть. Ахмед Халидович, вы в одном из интервью говорили о том, что Путин платит дань, что есть денежные отношения между Чечнёй и Москвой. И каждый день, цитирую вас, Путин платит кадырову 1 миллиард рублей. Да, абсолютно. Потому что вы разбейте год на дни, они платят 360 с чем-то миллиард рублей. Ежегодно выделяется такая дотация. Естественно, там есть откаты, которые идут сразу в Москву. Но и в день получается, что Кадырова, он финансирует каждый день миллиард рублей выплачивается Чечне. И все это делается чисто за его лояльность, за лояльность Путина. Дело в том, что все эти средства, которые идут на Чечню, якобы как бюджетные, они контролируются исключительно семейкой и кланом Кадырова. Да, они какие-то проценты выплачивают бюджетникам. Это учителя, врачи. Но каждый учитель, каждый врач со своей зарплаты обязан выплатить казну, вернее фонд имени Кадырова, который возглавляет Аймани Кадырова, мать Кадырова, должны выплатить 10-15% из своей заработной платы. Помимо других каких-то моментов, которые они вытягивают из народа. Я не говорю уже о бизнесе. Если есть бизнес какой-то, если он уже, если он приглянулся Кадырову и его окружению, они его забирают. Но если они считают, что можно оставить у кого-то, то 50% этот бизнесмен должен платить туда. И даже военные, вот до этой мобилизации, до войны Украины, даже структуры, которые входили в вооруженные структуры, военные служащие или так называемые национальные глади, они со своих окладов выплачивали проценты Кадырову и в Кадыровский фонд. Поэтому все, что сегодня исходит и приводит из России, это под контролем Кадырова и это как бы личная услуга Путина, вернее ответ Путина за его лояльность, вот средства, которые направляются в Чечню. Ахмед Хальдович, тут очень важный момент. Мы наблюдаем усиление двух частных армий на территории России. Это армия Пригожина и частная, и армия Кадырова. Зачем Путину усиливать эти две частные армии? Почему он таким образом унижает Шойгу и его армию, государственную армию? И по сути Шойгу это все терпит. Может ли быть такая ситуация, когда после победы Украины две эти частные армии Кадырова и, я прошу прощения, и Вагнера Пригожина, они просто уничтожат Путина? Так, ровно все наоборот. Расскажите. У Путина не две армии, у Путина три армии. Это Золото, нацгвардия, которые они передали под командование Золото, это личные стражи путинского режима. В последующем они уже решили создать Пригожинское, сегодня она как бы частная армия Пригожина, и кадыровские подразделения, которые тоже напрямую подчиняются Кадырову, Золотову и, естественно, Путину. Вот это три частные армии. Вот зачем Путин их усиливает, зачем они ему нужны? Исключительно для противостояния с военными. То есть война в Украине проиграна. То, что она затягивается, это просто попытка растянуть или оттянуть конец своего режима или начало каких-то активного противостояния, внутреннего противостояния самой России. Рано или поздно он будет вынужден признать факт проигрыша военного поражения Украины. И в этой ситуации должны будут быть крайние, кто виновен в этой поражении, в проигрыше этой войны. Естественно, это только Министерство обороны и военные, которые, ну, коррупция, которые разворовали все, которые не развили армию, не подняли ни вооружения, ни иммуниции. Мы же сегодня видим, что там ничего нет, какая проблема. Путин объявил мобилизацию, а ему нечего одеть на этих людей. Им нечего, просто даже нечем их кормить. И все это нужно будет сваливать на кого-то. И кто это крайние? Это крайние будут военные, начиная с Министерства обороны. Шойгу вообще никак сюда не вписывается. Шойгу даже в этой системе, он просто чужак. Поэтому он, конечно, будет терпеть, что бы Путин ни делал и что бы ни говорил. Но наступит момент, когда сами военные, они будут определять виновного во всех трагедиях, во всех бедах России. И не только российской армии, но и всей России. И что в конечном итоге именно действие и политика вот этого человека привело к распаду и к развалу Российской империи. И вот тогда уже российские имперцы в лице российских военных, военного генералитета постараются напомнить Путину про все и обо всем ему сказать. Вот в этом случае ему нужны вот частные армии Вагнера и, вернее, Пригожина и Кадырова и, естественно, Золотова. Для этого он их создает. Для этого он их оберегает. И вы обратите внимание, сегодня Пригожин кого отправляет на передовую? Исключительно заключенных. А другая профессиональная армия, контрактники, которые хорошо подготовлены, высоко квалифицированы, они их оберегают. Кого Кадыров направляет в Чечню? Пригожин, они собирают со всех колоний заключенных, преступников, бомжей со всей России. Их привозят в Чечню. Кадыров проводят с ними там две недели, их проводят под так называемую военную подготовку. И оттуда их уже отправляют, приплюсовав к ним нелояльных к Кадыровскому режиму чеченцев, насильно объединяя их с этими группировками, он их отправляет в Чечню, как чеченские подразделения или чеченские добровольцы, которых Кадыров отправляет. Поэтому свои собственные силы, преданные силы и Пригожину, и Кадырову, и золото. Золото вообще национальная гвардия, как вы знаете, она не участвует в войне. Она миллионная армия, она находится на территории России. Вот на эти три частные армии Путин и рассчитывает, когда начнется процессы самой России. Вот почему я говорю, России неизбежна гражданская война. Вот военные силы столкнутся вот с этими путинскими лояльными частными армиями. И это приведет к окончательному решению российского вопроса. Что я имею ввиду? Вопроса Российской империи. Ахмед Халидович, читая вам два тезиса, прошу дать им оценку. Кадыров может предать Путина. Эксперт спрогнозировал третью чеченскую войну, которую Россия не выдержит. Первый тезис. И второй, американцы считают, что клан Пригожина-Кадырова готовится захватить власть в России. Для этого им нужно дискредитировать и убрать руководство российских военных. Так, скажем особое мнение по этим двум... Ну, а все не так, давайте. Снова эксперты не то сказали. По этим двум прогнозам, скажем так. Не считая, что третья чеченская война, она идет. Дело в том, что для чеченцев в истории всегда на определенном этапе, 20, 25, 30 лет, начинались какие-то войны. И начиналось убийство чеченского генофонда. Путин сегодня убивает как бы двух зайцев, начав войну Украины и направляет туда чеченцев. То есть чеченцы, которые гибнут здесь, они гибнут именно по вине России, Российской империи. И это не их война. И эта война, в свою очередь, направлена как третья. Мы ее называем с самого начала, как только чеченцы появились на стороне российской армии Украины. Я это еще тогда назвал, что это начало третьей чеченской войны Путина против чеченского народа. Теперь относительно Пригожина и Кадырова, которые готовятся захватить власть. Самостоятельно нужно понимать, ни Кадыров, ни Пригожин ничего из себя не представляют. Они есть, пока есть Путин и путинский режим. Их задача будет направлена. И когда мы говорим о возможном, о возможной гражданской войне и противостоянии между военными, российскими военными и частными армиями Путина, мы как раз это имеем в виду, они будут защищать режим Путина. Они до конца будут лояльны Путина, потому что они понимают, их появление на политической арене, их сегодняшнее всесиль, их всемогущество, оно заключается в одном человеке. Пока Путин сидит в Кремле, они всемогущие. Как только его не станет, это ноль во всех отношениях, политическом, военном, по всем проявлениям. Дело в том, что даже в первую очередь, как только не станет Путина, сами подразделения, которые сегодня напрямую подчиняются Путину, вернее Пригожину и Кадырову, они им изменят, если не будет Путина. Любой человек, который появится в России и скажет, я сегодня власть, эти люди будут служить им. И запросто расслабиться и с Пригожиным, и с Кадыровым. Потому что у этих людей, у тех, которые входят в их структуры, у них просто колоссальная ненависть к этим людям. Потому что один просто конченый преступник, который прошел через все колонии и стал, именно благодаря из-за своих связей с Путиным, стал и миллиардером, и стал всемогущим. Но по своей природе, по сути, Пригожин абсолютно конченый криминал. И люди, которые сегодня находятся в рядах Пригожинской армии, это в принципе не все криминалисты, это не криминал. Это люди, это патриоты России, которым в свое время объяснили, что нахождение Пригожинской армии, это им открывает больше возможности защищать имперские амбиции российского государства. И они пошли на службу. Это практически все бывшие альфовцы или другие люди, офицеры, которые состояли в вооруженных структурах, еще быть на Советского Союза. Это, конечно, это та мощь, на которую могут рассчитывать военные. Но сегодня они находятся в подчинении президенту. Хотя во главе этих людей стоят вот эти бандиты, что Кадыров, что другой. И, конечно, когда не станет основной, как русские называют, крыши, крыши в лице Путина, они не будут выполнять ни указы, ни приказы, ни Пригожина, ни Кадырова. А Кадырова это отдельная тема. Просто Кадырова, за исключением его ближайшего окружения, просто лютой ненавистью ненавидит. Потому что вот такого унижения ни чеченцы, ни те, которые сегодня, которых мы называем Кадыровцы, за всю историю своей истории никогда у нас не было такого этапа, когда народ в целом был унижен вот Путиным и Кадыровым. Поэтому за все это после Путина спрос будет и Кадырова будет в первую очередь. Естественно, как я подчеркнул, и Пригожина, у него нет ни политического, ни военного будущего. Поэтому они будут цепляться и оберегать Путина, как зеницу округа, как свою собственную жизнь. Вы в интервью «Зеркало недели» сказали следующее. Никаких амбиций за пределами Чечни у Кадырова нет, потому что он понимает, как только он выйдет или сойдет с этих позиций, он труп. Конец цитаты. Абсолютно. Я могу это повторить, потому что я знаю, как складывались отношения Кадырова с остальными силовиками. А расскажи о том. Это и ФСБ, это и МВД, и это военные, российские военные. Просто в двух словах, вот просто сами представьте себе, российские офицеры – это наследственные офицеры российской армии, которые от прадеда к внуку, правнуку, они служили этой империи, этой российской империи и России. И сегодня Путин в какое положение их поставил? Этого разбойника, морального урода, человека, который с трехклассным образованием, он их поставил над этим генералитетом. Над людьми, которые имеют академическое образование. Люди, которые из поколения в поколение видели себя в защитниках Российской империи и Отечества. А сегодня Путин их подчинил вот этому разбойнику, которого вчера эти же военные генералы относили к какому-то отпрыску бандита Кадырова-старшего. Кадырова-старшего убрали, поставили его отпрыска, и Путин их решил подчинить Кадырову. Это одна. Другая сторона – это российские спецслужбы. Бортников, Патришев, Бортников, скажем так. У них был личный конфликт, абсолютно личный конфликт у Кадырова с Бортниковым. А он произошел из-за того, что Кадыров, Рамзан, ликвидировал одного из очень серьезных, влиятельных агентов Бортникова, который служил на ФСБ. Путин, вернее Кадыров, когда узнал, что эти люди готовили какую-то провокацию вместе с ФСБ против него, он его похитил и убил. Он его не выдал ни Кадырову, ни Патришеву, ни Бортникову, никому. Вот с этого времени у них начался такой личный скандал, личный конфликт. И, конечно же, сами, опять-таки, эти же офицеры, офицеры КГБ. Это КГБ откуда идет? Это идет со царской охранки. Это единственная структура в России, которая никогда не менялась, начиная с царской империи. Они сохранились по сегодняшний день. И вот сегодня Путин их тоже поставил на услужение вот этому бандиту. И поэтому, как только Кадыров, и единственные договоренности, и почему те смирились с существованием Кадырова, пока он находится на этой территории. И Путин их убедил, что им иметь Кадырова в Чечне, это интереса российского государства. Потому что Кадыров сегодня делает с чеченцами то, что не смогли сделать ни Ермолов, ни другие российские полководцы, которые открыто заявляли о своей ненависти к чеченцам. А Кадыров сегодня изнутри разрушает чеченское общество. И это, конечно, очень на руку Путину и российским имперцам. Только поэтому они его терпят. И, конечно же, выход его из Чечни за пределы и попытка его вмешиваться в какие-то внутренние или внутренние дела самой России, российской политики, он просто твух, и он это знает. Поэтому какие бы ему должности ни предлагали, он из Чечни не выйдет никуда. Он знает, вот где он главный, где он царь. Вот там он и будет находиться. Пока он там, это фигура. Как только он оттуда выходит, это бандит и бандюга. Пригожин, еще фигура и последняя информация, тоже хотела бы, чтобы вы ее прокомментировали. Это говорит о том, что Пригожин, основатель ЧВК Вагнера, заявил, что он создает некие центры подготовки бойцов ополчения в Белгородской и Курской областях России. То есть Пригожин начал создавать параллельные официальные структуры власти. По сути, он начал с ЧВК. Это ЧВК дублирует функции ВС Российской Федерации, вооруженных сил. А теперь он переходит к неким гражданским администрациям. Зачем и что это означает? Это Путин демонстрирует, что он готов продолжать борьбу за власть. Несмотря ни на что. Когда мы говорим о возможных действиях Путина после поражения в Украине, я еще раз хочу напомнить об этом. Единственное, что он может сделать, он не применит ни ядерного оружия, ни бактериологического, ни химического оружия в Украине. Он не применит. Путин это не сделает. Этого он не сделает. Этого он не сделает. Ему дали очень четко понять, что за это он будет нести личную ответственность. И удар по нему будет нанесен малоненоносно. Это он освоил, это правило. Но что он может сделать, чтобы сохранить и продлить свою власть до конца своих дней? Он может по аналогии Северной Кореи пойти на самоизоляцию России. И вот все те структуры, которые сегодня создает Пригожин уже в каких-то регионах, они направлены на то, чтобы вот эти центры будут контролировать эти регионы через частную армию Путина в лице Пригожинских бойцов и еще других. Именно вот этим и занимается сегодня Пригожин. Нельзя рассматривать действия Пригожина как самостоятельного политического деятеля или военного деятеля. Я вас уверяю, все, что делают Кадыров и Пригожин, это инструкции из Кремля. А кто там заведует всеми этими вопросами? Ну, это уже другой вопрос. Там есть два-три человека, которые, в принципе, понимают, что их жизнь тоже полностью зависит от Путина и от существования путинского режима. Поэтому все эти телодвижения, которые сегодня Пригожин и они проводят, это кремлевские проекты, это их план и программа. Ахмин Халидович, вот тоже, чтобы мы основательно по ядерному удару, возможно, прошлись. Вы знаете, что Путин любит говорить с Макроном по телефону. Это у них такая традиция, они созваниваются. Так вот, Путин насторожил западных лидеров, вспомнив о ядерных атаках на Хиросиму Нагасаки в разговоре с президентом Франции Макроном. Пишет британское издание Daily Mail. Они восприняли это как намек на возможное применение тактического ядерного оружия. Хотелось бы услышать ваш профессиональный анализ, действительно. Я не могу претендовать на профессионала в этих вопросах, но в любом случае опыт жизни и знания России и русских, в частности вот этого мелкого политического деятеля в лице Путина, абсолютно очевидно здесь все. С кем бы он ни говорил, о чем бы, на какую бы тему он ни говорил, нужно, просто нам нужно понимать украинцам и самое главное украинскому населению, которых он сегодня пытается запугать, зашорить с тем, чтобы они, вот украинцы оказали давление на политическое и военное руководство с тем, чтобы заключить какое-то перемирие с Путиным. Все это направлено для того, чтобы украинцы каким-то образом повлияли. И вот все эти угрозы. Да, сейчас Путин сам лично перестал говорить о ядерной угрозе. Он это переложил на Медведева, на Кадырова, которые периодически об этом говорят. Но это не означает, что они готовы нанести какой-либо удар в этом отношении. А то, что Путин сегодня разговаривает с Макроном, это единственный человек, который Франция, она всегда занимала такую позицию во всех вопросах. Всегда ей, она считала, что она должна обособиться в каких-то вопросах. Вот это то же самое продолжение традиции Саркази. Вы помните, как Саркази полетел в Грузию в 2008 году и сказал, я принес вам мир. А в конечном итоге он принес аннексию грузинских территорий. Он выгнал Саакашвили подписать этот документ. И в результате Украина, Грузия потеряла две республики, 20% своих территорий. И если бы сегодня послушали Макрона после разговора с Путиным, Украина потеряет свои территории. Но я думаю, что Макрон сделал очень правильные выводы из всего этого. Он один из первых тоже подтвердил свою позицию по поводу территориальной целостности Украины и украинского государства. И поэтому дальше вот таких посиделок на расстоянии стола Путина с Макроном, я думаю, ни к чему это не приведет. Потому что мир уже решительно заявил о своей поддержке Украине именно территориальной целостности. И что Украина не готова уступить ни пяде своей земли. Это освоили сегодня все. Я думаю, и Макрон с Путиным тоже это освоили. Ахмед Халидович, в связи с этим несколько вопросов связаны с Америком, с визитом Салливана. И вот сейчас в дальнейшем. На этой неделе Джейк Салливан, ну вот последние 7 дней мы сейчас говорим, Джейк Салливан был с визитом в Украину. И Салливан в частном порядке, возможно, что-то сказал Путину, Зеленскому. Тут вопросы, да, о чем они говорили. И вот появляется информация. То есть мы сейчас говорим прошлые 7 дней, вот информация. Администрация Байдена в частном общении с представителями украинских властей призывает Владимира Зеленского заявить о готовности вести переговоры с Россией. Сообщает издание Washington Post с ссылкой на источники. То есть прошлая неделя, значит, Салливан, советник Байдена по надбезопасности с визитом в Украину, о чем они говорили с Зеленским, неофициально, мы можем только догадываться. И далее появляются такие заявления, что по информации газеты Washington Post, значит, Washington хочет, чтобы Киев отказался от принципа не вести переговоры с Москвой, пока Россия не возглавляет Путин. Как вы можете это оценить? Причина привлечения к поддержке Украины других стран, которых опасается затягивания войны на годы. То есть другие страны опасаются затягивания войны на годы. Так, нужно очень четко понимать одну вещь. Она очень поверхностна и очень проста. Нужно понимать, что администрация Зеленского, несогласованных с главным своим партнером Соединенными Штатами Америки, не делает никаких заявлений ни по поводу переговоров, ни по поводу политической будущей России или российского государства. Я уверен в том, что все эти вопросы согласованы. И Зеленский озвучивает позиции Соединенных Штатов Америки по конкретной теме, по Украине, по переговорам. Зеленский, да, после всего этого Зеленский заявил о том, что да, мы готовы вести переговоры. Во-первых, не с Путиным. А во-вторых, переговоры возможны и они будут, они необходимы после деоккупации нашей страны. Вот эта позиция, я уверен в том, что это согласованная позиция Соединенными Штатами Америки. Washington Post, New York Times, газеты могут печатать любые статьи, и заказные статьи, и рекламные статьи, и высказывать позицию некоторых аналитиков или, возможно, какие-то свое видения. Но твердость позиции украинского руководства по отношению к территориальной целостности Украины, украинского государства, оно сжижится на всецелой поддержке Соединенных Штатов Америки в этом вопросе. У меня никаких сомнений в этом нет. Агмин Халидович, стоит ли бояться Украине результатов выборов в Конгресс? В промежуточные выборы в Конгресс класти могут прийти и республиканцы. И вот уже в The New York Times, издание, которое вы только что вспомнили, Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы победу одержали республиканцы, которые отказываются предоставлять помощь Украине. Что скажете? Знаете, я за выборами Соединенных Штатов Америки слежу с 2000 года. До этого я не следил. С 2000 года слежу, потому что мы каждый раз надеялись на то, что вот смена режима изменит политику Соединенных Штатов Америки. Ну что они вот начнут поддерживать чеченцев и чеченский народ в их борьбе. Вот как они, какую позицию они заняли в 1994 году Соединенные Штаты Америки. А это произошло буквально 4 декабря был подписан меморандум о том, что Украина отказывается от ядерного вооружения. 1994 год, 5 или 4 декабря. И Россия в качестве лица Ельцина выступила наравне с другими государствами гарантом территориальной целостности Украины. Вот позиция американцев по чеченской теме была сформулирована там. Ельцин сказал, да, я гарантирую безопасность и территориальную целостность Украины, но взамен вы должны мне дать позволить присоединить Чечню к Российской империи. И вот это добро им было дано, Клинтер сказал, да, делайте это малой кровью. Вот это обошлось чеченскому народу, 300 тысячи только убитыми гражданского населения. Разрушена вся инфраструктура экономическая, разрушена с лица земли, десятки населенных пунктов, города разрушены. И на сегодняшний день в Чечне установлен просто античеловеческий режим, который сегодня не только гнобит чеченский народ, но и соседние республики. То есть это результат той политики, или той позиции, которую Америка заняла в свое время по отношению к чеченскому вопросу. Но теперь я хочу вернуться к украинской теме. Вы должны понимать, независимо от предвыборной риторики этих демократов и республиканцев, их позиция по отношению к Украине, она уже сформирована, она сформулирована. Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину независимо, кто придет в власти, республиканцы или демократы. Это позиция Соединенных Штатов Америки по Украине. Вот как я вам говорил, позиция Соединенных Штатов Америки по Чечне в свое время, вот точно так же тогда нас сдали, нас предали, а сегодня Украину взяли под крыло и под оперку. И поэтому американцы, независимо от смены партийного партийности, руководстве в Белом доме, ничего не изменится. Да, вот сейчас закончится предвыборная риторика, предвыборная кампания, все вернутся к реальной политике, когда будет продолжен ленд-лиз и оказывание поддержки и помощи Украине. Поэтому ничего вам бояться и каким-то образом настораживаться в связи с тем, что кто там выиграет, я думаю, украинцам не стоит. И я думаю, что ваше руководство это очень хорошо понимает. Ну да, мы прекрасно понимаем, что есть как бы официальные заявления, а есть там неформальные переговоры. Вот Салливан официально приехал в Украину, да, мы поддерживаем Украину, но понятно, есть какие-то неофициальные разговоры. И вот тут тоже в Острид Джорнл советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы вновь проводит неофициальные конфиденциальные беседы с главными помощниками президента России Владимира Путина, пытаясь снизить риск более масштабного конфликта, что не конфликта, а на самом деле это война вокруг Украины и предостеречь Москву, цитата, от применения ядерного оружия. Салливан якобы Сальван контактировал с Юрием Ушаковым, советником Путина по внешней политике и со своим прямым коллегом в российском правительстве Николаем Патрушевым, добавили официальные лица. Ахмед Халидович, о чем, по вашему мнению, могли быть эти беседы? Прокомментируйте. Мне сложно сказать, о чем они могли быть, но я просто хочу вам сказать одно. Такие контакты, контакты с воюющей стороной, они просто необходимы, они всегда были. Иногда они носят публичный характер, иногда это, в общем, не публично, конфиденциально. Но работа в этом направлении всегда ведется между воюющими сторонами, между конфликтующими сторонами. Поэтому опасаться или же удивляться вот этим контактам, когда это что-то, когда им нужно, они сливают в прессу, это уже не стоит, абсолютно. Я уверен в том, что в большей степени они обсуждали о будущем России и о будущем режиме, вернее, тех, кто сегодня находится во власти в России. Потому что, да, они ведут переговоры не только с официальными представителями Путина, но американцы ведут переговоры также с так называемыми российскими либералами, с оппозицией. Они пытаются выработать для себя общую какую-то видимую картину, вот как, что может быть после Путина. Сегодня речь идет, с кем бы они ни говорили, с помощниками Путина, с оппозицией Путина. Речь идет о будущем России, но не о будущем ни путинского режима и ни тех, кто там сегодня затеял эту войну. Поэтому с ними абсолютно однозначно. Но вести диалог с этой страной, конечно, безусловно, нужно. Вести контакты и иметь контакты с ними, безусловно, нужно. Нужно элементарно хотя бы им давать внушение. Если вы сделаете это, вы получите вот это. То, что нельзя говорить публично, доводится до них вот в таких встречах и при таком формате общения. Я уверен, что из этого тоже каких-то серьезных опасений у украинцев по поводу того, что американцы могут сдать Украину, не может быть. Потому что сегодня мир борется вместе с Украиной не только за Украину, но и за свое будущее. Они понимают, что если Путин сегодня каким-то образом победит в Украине, вот это и будет продолжение войны. Поэтому все делается для того, чтобы, когда мы говорим о нерасширении конфликта, речь идет о том, чтобы этот конфликт закончить именно в Украине. С поражением России, с победой в Украине. Вот это только может гарантировать, что война не расширится. Вы знаете, Андрей Андреевич Пенковский часто в моих эфирах, в моих стримах говорил о том, что Салливан является тем представителем, который именно боится распада России. Он не понимает, что будет. Он боится этой гражданской войны. И поэтому он очень осторожно относится к формулировкам поражения России. Что хотела у вас спросить? Глава нашей разведки, ГУР Минобороны, Главное управление разведки Минобороны, Кирилла Буданов, он предположил, значит, визуализировал распады Российской Федерации. И вот визуализация его такая. Хотела бы, чтобы вы дали свою оценку. По мнению главы ГУР Буданова, есть два варианта окончания войны для Российской Федерации. Первое. Распад страны. И второе. Смена политического руководства. Два варианта. В первом случае, временно оккупированные территории, включая Крым, вернутся в Украину. России придется отдать оккупированные территории Молдовы, Грузии и Азербайджана. Также РФ придется проститься с Куришскими островами, это Япония, и Калининградом, немецкий Кёнингберг. Карелия может воссоединиться с Финляндией. Китай может претендовать, в свою очередь, на Сибирь и Дальний Восток. Может отделиться Ичкерия, которую Верховная Рада недавно признала временно оккупированной территорией. Хотелось бы услышать ваши оценки этого прогноза нашего главы ГУР Минобороны. Я всецело поддерживаю его высказывание по всем вопросам, без исключения по всем вопросам. И я уверен в том, что политическое руководство Украины именно должно добиваться вот такого разрешения российско-украинского конфликта. Именно в такой форме и в таким образом, если будет поставлена точка на войне в Украине, и это может гарантировать безопасность во всем мире. И стабильность, и безопасность. Поэтому можно называть вещи по-разному. Можно говорить о распаде, о демонтаже, о расчленении, о трансформации. Любая форма, по форме нам подходит любой термин, по сути, должно произойти то, о чем сказал генерал Буданов по поводу будущего России. А как вы это видите, вот на самом деле, вот этот процесс распада, по вашему мнению? Процесс распада, я опять-таки придерживаюсь других слов, терминов, будем говорить о трансформации. Это только после военного поражения в Украине. Просто нужно понимать, вот все, что это все, вот ключ ко всем этим проблемам, вот находится здесь. Это победа Украины, военная победа Украины над российской армадой, которая вторглась в эту страну. Вот это может послужить началом вот всех тех процессов, о которых мы говорили. Да, гражданская война, она неизбежна в России, как бы кто ни хотел. Да, мы не хотим этого, но есть такая неизбежность. И вот эту неизбежность создал сегодня Путин, формируя параллельные структуры, военные структуры. Вот о чем мы с вами говорили чуть раньше. Частная армия Путина и военные структуры Российской Федерации, которые должны столкнуться именно из-за правящего режима. Вот это можно назвать гражданской войной. А в последующем все эти процессы будут именно так проходить при поддержке международного сообщества. Все, о чем сегодня перечислил Буданов, оно в правовом отношении имеет абсолютную основу. Это не просто так с потолка взятие эти регионы или эти точки. Это все исторически обосновано в правовом отношении. Вот все те претензии, которые есть у Германии к Кеннезбергу, у Японии к Курилам, у чеченцев к своей территории Ичкерии и дальше Сибирь, Китай. Все это абсолютно обосновано и реально. Поэтому все эти процессы могут начаться уже после того, как закончится вот здесь, в Украине. Ахмед Халидович, как жители Чечни высказываются о войне в Украине? Что говорят? Что вообще говорят о том, что у нас происходит в нашей стране? Дело в том, что говорить в Чечне очень опасно, что-либо говорить. А вот что происходит в Чечне? Вот сотни тысяч людей сегодня, молодежь, которая выехала из Чечни именно из-за войны в Украине, чтобы не оказаться здесь в качестве пушечного мяса. Население сквозь зубы говорит о том, что это неправедная война и что Всевышний опозорит всех тех, кто сегодня участвует в этой войне. Абсолютное невосприятие этой войны как необходимость или оправдание этой войны в чеченском обществе нет. Потому что чеченский народ, я вам говорю, они сами пережили все это. И они на себе это все испытывали, и они понимают, что происходит. Если прослушать какие-то записи без, ну, не видео, а аудио, когда эти женщины плачут, когда они говорят о своей боли, о том, что происходит, это абсолютно становится ясно, вот настроение чеченцев и отношение чеченцев к этой войне. К большому сожалению, и Путин, и Гадыров сегодня демонстрируют в пропагандистском плане совершенно обратную. Но это их работа. Но украинцы должны понимать, что вот то, чего демонстрируют по телевидению, этому есть ровно обратная сторона у этой медали. Точно так же, как вы же знаете, какие процессы происходят на оккупированных территориях. Как бы Россия это не преподносила, что не чуть ли украинцы все эти годы сидели и ждали, пока русские придут. А сегодня, когда их с Хевсона насильно репатриируют другую часть России, этих людей берут практически заложники. И чеченцы все эти вопросы, все эти моменты на себе испытывали. Потому что так называемые зачистки населенных пунктов чеченцев выводили куда-то на равнинное поле, и сутками эти люди стояли там, пока решится их судьба. А их судьба зависела от Буданова и подобных Буданов. Я имею в виду преступник Буданов, который был приговорен к девяти годам, и в последующем один чеченец приговорил его к смерти. Вот эти люди решали судьбу чеченского народа тогда. И поэтому сегодня они понимают, что те генералы, которые сегодня участвуют в войне в Украине, это те же генералы, которые прошли через чеченскую кровь. Поэтому абсолютно сострадание украинцам, украинскому народу и полное невосприятие этой войны. Прошу вас еще раз развейте миф о кадыровских войсках. Есть ли у вас информация о количестве потерь кадыровских войск в Украине? Какие функции были заложены для кадыровских войск? Пожалуйста, вам слово. По нашим данным, которые мы получаем из Чечни, около тысячи человек только погибших в результате вот этой войны. Функции их изначально заключались, если вы помните, я об этом не знаю, с вами я говорил на эту тему или нет, изначально заключались, это были полицейские функции. Они должны были приехать в Киев, который встретит Путина с цветами, с хлебом. И если будут какие-то протестные акции, кадыровцы должны были наводить порядок. То есть выполнять чисто... Да, нет, пока на первом этапе это были чисто полицейские функции, которые должны были навести порядок в освобожденных городах Украины. Это не получилось, когда это не получилось, и их хорошо разгромили уже у въезда. С этого времени функции так называемых кадыровцев и пригожинцев, настоящих пригожинцев, они заключаются, они сегодня являются загранотрядами. Потому что и Пригожин, и Кадыров оберегают личную армию для защиты Путина. Вперед они толкают уже вот так называемых мобилизованных и других. Поэтому на сегодняшний день функции этого кадыровцев и пригожинцев, в частности, я могу сказать только о кадыровцах, они сегодня находятся в тылу, скажем так. И даже находясь в тылу, они несут огромные потери. Потому что как только они где-то обосновываются, российские сдают их координаты украинцам, и они наносят ракетный удар. Это было буквально два-три раза за прошлые две-три недели, две-три базы были разгромлены с большими, с колоссальными потерями. То есть, поэтому они понимают, как бы ни было, кадыровцев уничтожают и еще с подачи самих российских спецслужб. Еще важная ваша тема, вы умеете точку зрения по поводу русских либералов. Вот кроме площадки форума свободных народов России, в которой вы принимаете участие, есть еще форум свободной России, который организовывают так называемые российские либералы. Как вы относитесь вообще к какому понятию российские либералы и к таким форумам? Ой, мне так не нужно говорить про них. Ну, все равно приходится говорить, потому что они здесь, они здесь есть, и они все время пытаются... Каспаров. Да. Ну, у меня к Каспарову у меня отдельное отношение. В принципе, на самом деле, это очень правильный человек, но он не понимает, что он никак не может влиять на российскую политику. Я вам сейчас расскажу один... Это на самом деле было так. Мы были в Кембридже у Буковского, Владимира Буковского, покойный Владимир Буковский. И там же был Борис Немцов, покойный, ныне покойный Борис Немцов. Мы сидели, разговаривали, и Борис Немцов рассказал нам случай с Георгием Явлинским. Он говорит, вот они сидели у Бориса дома, у Немцова дома они сидели, выпивали, видимо, разговаривали, и Явлинский очень жаловался на Борису, на то, что его российские граждане не понимают его. Что он такой хороший, что он такой грамотный, что он такой умный, и что он был бы таким хорошим президентом, но они за него не голосуют и не отдают ему свои голоса, не поддерживают его в президентской кампании. И Борис говорит, я, говорит, попросил, пойдем. Я, говорит, его поднял со стола, и мы пошли, у меня, говорит, в холле было большое зеркало. Мы, говорит, с ним встали перед зеркалом, и я, говорит, спросил у него, у Явлинского, Явлин, посмотри на этих двух жидов, неужели ты думаешь, что их когда-либо в России изберут президентами? То есть Каспаров должен понимать, что никогда он не будет своим для российских и для русистов. А все эти так называемые либералы-демократы российские, за исключением нескольких человек, двух-трех человек, они на самом деле империалисты, они русисты. Они все целы, они сейчас тоже пытаются просто сохранить Россию как империю. И вот я, когда говорю и комментирую, говорю про российских либерал-демократов, сегодня очень таким лакмусом до 22-го, 90-го, 22-го, 24-го, ну, 22-м году, прошлый февраль, 24-го, до 24-го февраля, лакмусом для российских либералов были две страны, это Украина и Чечень, и Чхель. Вот на этом заканчивался российский либерализм, как только поднимался вопрос о Крыме, об Украине, о независимости Украины, о территориальной целостности Украины или о деоккупации Чеченской Республики Чхель. Сегодня осталась одна тема. Украина отпал. Они понимают, находясь за рубежом, за границей, когда весь мир поддерживает украинцев в их борьбе, им сейчас не как бы несподручно говорить и заявлять о своих амбициях по поводу Крыма, по поводу вообще Украины в государство или недогосударство. А по Чечне этот тест еще остался. Вот сегодня проходил в Польше, вчера сегодня проходил такой учредительный съезд, там депутаты всех уровней там разных, разного созыва собрались, и они сегодня учреждают какую-то структуру противовес путинскому режиму. И когда меня пригласили туда, кстати, там Илья Пономарев, я всецело поддерживаю его позицию, потому что я человек, который понимает, что без вооруженного или какого-то насильственного сопротивления что-либо изменить в России нельзя. И он человек, который призывает русских вливаться в русские легионы в Украину и вести агрессию, и вести и отражать российскую агрессию. Он конкретно уже начал что-то делать. Вот для этих либералов будет очень хорошим экзаменом. Если они поддержат всецело резолюцию Рады о том, что Чеченская республика находится под оккупацией, вот это можно считать людей, которые признают эту резолюцию, это решение Рады. Их можно называть с натяжкой российскими либералами. Ахмед Халидович, вы говорили о том, что Михаил Ходорковский сказал, что Чечня это Россия. Да, вы помните, вы рассказывали эту историю. Да, я помню. Дело в том, что на самом деле очень много чеченцев переживали за Ходорковского, несмотря на то, что он в первую войну был вовлечен в эту войну. И на самом деле и Ходорковский, и многие другие, которые сделали миллиардное состояние на тот период, когда шла война, они у нас по нашему делу, по нашему иску, который мы передали в Гаагский трибунал, они проходят как соучастники военных преступлений. Сам факт, что в Чечне были совершены военные преступления, это никто не отрицает. А кто как способствовал тому, чтобы это происходило, там расписано все по порядку, и все по датам, по временям, по их заявлениям. Допустим, Михаил Ходорковский еще в то время, как только, когда разрушался город Грозный, просто ковровыми бомбардировками разрушался город Грозный, он просил Ельцина дать ему возможность, его банку восстановить город. Он не осуждал само действие, он говорил его банку дать возможность принять участие в восстановлении разрушенной Чечни. И вот такие позиции у них, у каждого с ним, они так и определяются. И сам, несмотря на это, когда его посадили в тюрьму в Чечне, чеченцы очень серьезно переживали по этому поводу, потому что чеченцы любую несправедливость воспринимают как оскорбление, как личное оскорбление на самом деле. И, естественно, вот считали, что с Ходорковским поступили несправедливо, посадив его в тюрьму, это было видно как. Да, они все заслужили того, чтобы сидеть рядом с... Одни преступники не должны были сажать других преступников. Одни воры не могли уличать других воров. Это они все были воры, и их всех надо было сажать в одну камеру или в разные две-три камеры. Но не так, чтобы одного взяли и посадили, а другие аплодировали и ликовали. А с Ходорковским произошло именно то это, потому что все они были погрешны. Ни одного не было олигарха, непогрешимого олигарха в России не было. Потому что бизнес и миллиарды. Вот на Западе бизнесмены, они по династии, из поколения в поколение передают свой бизнес и становятся миллиардерами. А здесь, просто объявив войну в Чечне, начав войну в Чечне, за какие-то считанные месяцы люди стали миллиардерами. Это естественно говорит о том, что там не было никакого честного подхода и честных денег. Они все были замешаны в каких-то преступлениях. И когда Ходорковский отсидел свой срок, и первый вопрос, когда ему задали, к этому времени Ходорковский уже знал про взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Эта история уже была доказана, что за этими взрывами стояли российские спецслужбы. И что эти взрывы были сделаны, совершены для того, чтобы начать войну в Чечне. И в Чечне уже были совершены преступления. Это и Норд-Ост, расстрел гражданского отравления газом. Это Беслан, расстрел осетинских детей. Все это было уже ясно. Это все, он был свидетелем. Однако он сказал, когда на вопрос, что если нужно воевать за Кавказ, что он сегодня готов взять оружие и пойти на Кавказ воевать. Естественно, у меня, потом я его видел в передаче у Гордона. Было убито, ну это очень страшно на самом деле. 200 детей, один ребенок, тысячи детей, один ребенок. Это равнозначно. Ну просто я не понимаю разницу. Было убито 42 тысячи детей. И Ходорковский был готов взять на себя ответственность, поделить эту ответственность вместе с Путиным за эти преступления. И было убиты украинские дети. Он сидел и пускал слезу. Мне стыдно, мне горько, мне больно. Вот я хочу просто для себя определить. Или надо, чтобы кто-то мне помог или Ходорковскому помогли. Вот чья кровь краснеет, украинская кровь или чеченская, или какая из них чернее, да? Что можно лить ее реками и можно осуждать другую. Я, в принципе, отношусь к таким фигурантам. Ну я им не доверяю особо. Потому что вот это исходит от политической целесообразности. Льется эта слеза. Политически целесообразно было быть причастным к войне в Чечне за счетом на то, что русисты его снова пригласят на родину. И он снова будет владеть своими миллиардами. И в Украине было очень неприятно говорить что-либо против украинского народа, когда его деньги находятся здесь. И весь мир осуждает убийство украинских детей. Вот эти двойные стандарты. Вот я это не понимаю и не принимаю. Вы еще рассказывали историю про Анатолия Чубайса и Сергея Даренко. Ахмед Халидович, расскажите тоже нашим зрителям. Анатолий Чубайс. Величайший демократ в России, который признан и здесь. Все его признают только демократом. 2000-й год. На руинах города Грозного он специально приехал туда. Как раз в предвыборной кампании. Они толкали Путина вперед. Он стоя на руинах города Грозного сказал и проклинал журналистов. Тогда еще и начало было. Были те, которые осуждали это действие, что там происходит. Это парламентская ассамблея, которая приняла резолюции с тем, чтобы любая страна обязана подать в суд за военные преступления. Он стоя там проклинал всех тех, кто осуждает российскую армию. Он сказал, здесь возрождается российская армия. Это была его позиция. Это был его подход к этой проблеме. Потом был Виктор Черномырдин. Вы знаете, он был здесь послом в Украине. Тоже демократ. Первый из демократов. Когда началась вторая военная кампания. И когда у них шла передача по НТВ. Были приглашены четыре премьер-министра. Примаков, Черномырдин, Кириенко и Степашин. И ведущий задал им вопросы и их отношения к Чечне и к событиям. Это был тоже январь месяц. И Черномырдин сказал, подождите, вы не должны, мы не должны осуждать Путина. Путин старается сделать то, что не удалось сделать Сталину. А знаете, что Сталину не удалось? Сталину не удалось стопроцентно убить Чеченский. Он убил только 50%. И Черномырдин говорит, что он сегодня делает то, что не удалось сделать. Потом другой демократ, Ельцин. Когда он представлял Путина в качестве своего преемника, он хлопнул его по плечу вот так и сказал, этот человек окончательное решение чеченского вопроса. Вот все, любого, замените, этого же Даренко, Навального, любого, кто сегодня каким-то образом был, как бы считается на Западе либералом или демократом, вот возьмите их отношение к чеченской теме, к чеченской правой. Дорогая Дина, я абсолютно даже, я не сторонник идеализировать чеченцев. Абсолютно. Но я категорически противник того, чтобы демонизировали всю нацию и считали себя правыми уничтожать чеченский народ. Вот эти люди себя считали правыми уничтожать чеченский народ столько, сколько им считается необходимым. И поэтому у меня, да, у меня очень сомнительное отношение к российским либералам, чтобы они не говорили в угоду или в соответствии с сложившейся конъюнктурой. Я вас процитирую. Понимаете, у этих либералов одна цель прийти к власти, просто сменить Путина. КГБшник Ельцин получил власть от Горбачева и КГБшнику Путину передал. В России порочный круг и власть КГБ, поэтому систему в России можно изменить только извне. Это вы сказали. Да, это я сказал. Единственное, там я оговорился, знаете, о каком моменте, что Ельцин получил власть от Горбачева. Ельцин получил власть от КГБ. Тогда и Ельцин вернул власть от КГБ. Я абсолютно уверен в том, что на самом деле до тех пор, пока будет существовать вот та Российская империя, которую мы знаем сегодня, на сегодняшний день, ничего не изменится. Поэтому вот этой страны, как Российская империя, вот в ее сегодняшнем виде, она должна перестать. И только это может гарантировать и стабильность, и гарантии безопасности и Украине, и соседним государствам, да и всему человечеству. Вот мир должен понять вот это. Никакая форма, мы это уже проходили, мы же не можем наступать трижды, четырежды на одни и те же грабли. После распада Царской империи, мир посчитал, через шесть лет Соединенные Штаты Америки установили дипломатический СССР и сотрудничали с ними. Надежды на то, что Россия или Советская Россия будет развиваться по каким-то для человека приемлемым законам и правилам. Ну, произошло то, что произошло. Это была Советская империя. Распалась Советская империя. Опять-таки мир наступил на те же грабли, сохранил Российскую империю, псевдодемократическую Российскую империю. Вот сегодня нельзя повторить эти ошибки. Вот этой страны, этой империи, которую мы знаем до сегодняшнего дня, она должна перестать существовать. И, конечно, изменить это может только внешний фактор. То есть это должен сделать мир, международное сообщество, установив какое-то управление за рубежом и за рубежом или создав какие-то структуры, которые внутри России могут способствовать тому, чтобы безболезненно дать право народам на самоопределение. Вот над этим нам всем надо работать. Но внутри только сама Россия, она не способна будет. Она может воссоздать саму себя только, понимаете? Воссоздать империю, только в другом виде и в другом качестве. И поэтому необходимо вмешательство извне вот в эти политические процессы. Ахмир Михайлович, у меня еще есть несколько вопросов. Прошу у вас на них ответа. Первое – это смерть Бориса Немцова, убийство Бориса Немцова. Вы, наверное, знаете больше деталей. Можете нам сообщить, может быть, то, о чем мы не знали? Вот этот вопрос тоже бы хотел вам задать. Ну, я об этом рассказывал. Не знаю, вы слышали или нет. Дело в том, что в 2012 году, когда пришли в массовые выступления в России, и предводителем этих выступлений, этих массовых выступлений, был Борис Немцов. Был Гарри Каспаров, он тогда находился на территории. Сергей Удальцов и Навальный. Вот эти четыре человека, которые играли ключевую роль вот в этих массовых акциях, которые проводились в Москве. И в 2012 году, тогда еще будучи премьер-министром, когда уже были намечены очень серьезные массовые акции в Москве, Путин с Золотовым прилетели в Чечню. И вот, когда они обсуждали... Вы знаете, Чечня, это... Сейчас я могу более открыто говорить, потому что уже прошло очень много времени, и люди, которые тогда находились в окружении Кадырова и Деменханова, их сейчас нету. Они... Кто погиб, кто уехал. И вот они обсуждали вопрос, что будет. Вот там и было... Задание было дано Деменханову по ликвидации Бориса Немцова и Гарри Каспарова. А по Удальцову, Сергею Удальцову и Навальному было принято решение, что их посадят в тюрьму. Одного как этого самого... Как националиста, то есть коммуниста Сергея Удальцова, а второго за какие-то махинации, финансовые махинации, которые якобы имеются у него. Вот это решение было принято в 2012 году. Как только я эту информацию получил, я связался... Кстати, вы можете задать этот вопрос нашему общему знакомому Пианковскому. Я через нашего друга европейца связался с Пианковским и попросил их приехать в Осло. Пианковский, Борис Немцов, они приехали в Осло. И мы передали вот эту информацию, чтобы Борис не ехал и не возвращался в Россию. Что его приговорили. Борис, они сначала в это не поверили. Хотя они мне не сказали этого. Но потом, как бы между собой, потом это мне Андрей сказал, что они не до конца серьезно это восприняли. Но потом уже на второй день, когда мы уже разъехались, они мне позвонили и сказали, Ахмед, спасибо, твои слова подтвердил Путин. Что это было, оказывается? Путин, выступая на встрече с избирателями, сказал, что у них есть абсолютная информация о том, что из-за рубежа, Борис Березовский или я, что мы готовим сакральную жертву в России из числа оппозиционеров, с тем, чтобы это свалить на Путина. То есть он косвенно подтвердил уже нашу информацию. То есть они готовили его ликвидацию, но уже заранее вину перекладывали на Запад, на меня там, на других, которые находились на Западе. И вот они уже, когда прибыли в Россию, Борис Немцов собрал большую пресс-конференцию и сказал, знаете, если со мной что-то произойдет, это значит виноват в этом Путин. И процитировал его слова, которые он высказал. Ну, в 2012 году ничего не произошло, но Гарри Каспаров больше уже не вернулся в Россию. С этого времени он не вернулся. Но что произошло дальше? Через какое-то некоторое время Сергея Удальцова посадили в тюрьму на 4 года. Через еще какое-то время арестовали Навального и ему пришли статью там за какой-то бизнес, какой-то проект, который он совершил. Сначала его посадили, потом его выпустили. Его выпустили уже к мэрским выборам, чтобы он участвовал для легализации выборов мэра в Москву. Ну, прошел другой этап. Год прошел два. 14-й год. Война в Украине, аннексия Крима. И в это время Борис открыто занял прозападную позицию. Он начал требовать от Соединенных Штатов Америки, от Европейского Союза санкций против Путина и путинского режима. Секториальные санкции. Борис очень хорошо понимал и знал, что может ударить по экономике и что больно отразится на Путина, если будут введены эти санкции. И он начал сотрудничать и с Соединенными Штатами Америки, и с Европейским Союзом по санкциям. Уже окончательно отношения Путина с Западом уже испортились. Он уже полез и в Сирию, и все, уже ему рассчитывать на то, что заручиться какой-то поддержке со стороны Запада, ни этом уже у него и необходимости не было. И он пошел ва-банк. И они выполнили тот заказ Путина, который был дан в 2012 году. Его исполнили в 2015 году, когда Борис Немцов готовил массовую акцию против путинского режима в 2015 году из-за аннексии территории Украины. То есть это март месяц был, когда Борис готовил и его убили в марте месяце. Это был стопроцентный заказ Путина на его ликвидацию. Вот я могу на детекторе лжи, на чем угодно заверить, что это был прямой приказ Путина о ликвидации Немцова и Гарри Каспарова. Гарри Каспаров остался на Западе, и он живой. Борис Немцов тогда вернулся, он вошел в какие-то думские, он стал депутатом Нижнего Новгорода и уже был как бы у власти. Но несмотря на это, уже в 2015 году его ликвидировали. Ещё один вопрос, потому что вы тоже можете более полно на него ответить. Для тех, кто не вовлечён в историю Чечни, каким образом Рамзан Кадыров пришёл на трон? И это связано с гибелью его отца. Расскажите, пожалуйста. Да, безусловно, это связано со смертью, с гибелью, с убийством его отца. Просто, чтобы не вдаваться в какую-то конспирологию, я буду говорить по фактам. Вот факты. Вот день убийства или момент убийства Кадырова старшего, Кадыров-младший был его начальником службы безопасности. Вы понимаете, да? Он отвечал за безопасность своего отца, то есть руководителя тогдашнего оккупированного территории. Но в тот момент, когда его убивали, когда его взрывали, начальник службы безопасности его находился в Москве. И через полчаса, когда его взорвали, Путин его пригласил к себе прямо в спортивной форме, где-то с отеля, с гостиницы, откуда-то они его вытащили и привезли. И поставили нам. И в этот день Путин его практически объявил преемником своего отца. И вот есть конспирологическая версия и есть фактура. Конспирология, что Кадыров знал, что убьют его отца и что это заранее было обговорено. И факты, что он являлся начальником службы безопасности и в день, вот в такой день, когда проводятся какие-то массовые мероприятия, начальник службы безопасности, он должен быть рядом, вместе, там. Все. Другого варианта быть не может, не должно, если это делается не специально. Однако, начальника службы безопасности не было рядом. Начальник службы безопасности не проверил ни стадион, ни место, ни скамейку, ни стул, на который он садился. Вы знаете, почему это была российская версия убийства российских спецслужб? Потому что это было взрывное устройство направленного воздействия. То есть, пострадали всего три человека, а на стадионе, вы знаете, тысячами были люди. Если бы этот взрыв готовил бы Басаев, как они последующим на него приписали, если бы он заложил бы какое-то взрывное устройство, он бы пол стадиона снес бы без каких-либо колебаний. Я знаю Шамиля Басаева. Там собрались все те, которые поддерживали Путина и путинский режим. И я не думаю, что он считался бы там с кем. А здесь было просто под его стул было заложено взрывное устройство. Погибли, два человека погибли. Один председатель так называемого Совета, Временного Совета, он наклонился головой Кадырову в момент взрыва, ему голову отрывал. И рядом сидел другой военный генерал, он просто ногу немного туда, в сторону Кадырова выдвинул, и он лишился ноги. То есть, это был взрыв профессиональный, абсолютно. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что убийство было санкционировано Путиным, что Путин абсолютно уже точно сделал ставку на этого на этого Кадырова безобразования, жестокий, властолюбивый, амбициозный. Вот все, что необходимо было для того, чтобы стать палачом собственного народа, в этом отпрыске он увидел. То есть, в КГБ есть отдел, они составляют психологический портрет любого человека. ваш, мой, они по психологическому портрету могут определить склонности, что от него ожидать, на что он пойдет, на что. Вот в этот момент, я думаю, что эта работа была проделана, и таким образом они заменили старшего на младшего. Потому что у старшего были какие-то договоренности заранее, которые Путин не хотел и уже отказался соблюдать. То есть, подписание федеративного договора о разграничении полномочий. То есть, к этому времени уже Путин знал, что никакого федеративного договора и федеративного государственного образования нет. Потому что он динансировал договоры, подписанные в 92-м году, которые были подписаны в 92-м году другими субъектами, как Российская Федерация. И поэтому они заменили его на Кадырова. Это мои предположения. Вот я вам сказал, конспирология и факты. А какую бы вы психологическую оценку или психологический портрет дали Путину? Путину? Путину мелкий, мстительный, абсолютно, беспрямый, я не знаю, просто у меня нет запаса словаря вот таких негативных моментов. Ну, это единственное, Толстой в свое время сказал о таких людях, как он. Когда была разрушена мечеть, изгажена мечеть, это в романе Хаджимурад, есть поезд Хаджимурад у Льва Толстого, и он там, когда рассказывает про чеченцев, которые сидели на вот на этих разрушениях, убитые мальчики, дети, изгажена мечеть, и он пишет сам за чеченцев, у них не было ненависти, у них было презрение к этим существам, как паукам и другим насекомым. И вот кроме этого презрения у меня ничего нет к этому человеку, потому что у этого человека нет ничего святого. Человек, может, вернее, человек, который просто отказался от своей матери, знает, что она жива, и она находится в каком-то месте, нет ничего, что он не предаст и не продаст ради своего благополучия. Если он предал свою мать, если он не признал ее, о чем можно говорить об этом человеке, или что можно ожидать от этого человека. А расскажите для зрителей, кто об этом не знает эту историю. его мать находится в Грузии. Находилась в любом случае 2002 год. Наши журналисты провели журналистское расследование и установили, что его мать жива и здорова и находится в Грузии. Она была замужем за грузина, она русская, вышла замуж, имея уже на руках Путина, и вместе с Путиным она переехала, вышла замуж за этого грузина и не переехала. И когда уже в Грузии появились у этого грузина появились свои дети, естественно у него видимо были какие-то очень нехорошие отношения с Пасынком, как с Пасынок называют, ну вот с Путиным. И в конце концов мать была вынуждена отправить его к своим родителям. Вот эта история, она очень хорошо прописана и в книге есть Ваха Ибрагимов, который написал про детство, есть документальный фильм, снятый голландскими журналистами и есть Курчаб, Мали Курчаб Полька, которая написала про всю эту историю очень, она очень до мелочей она расписана все. Поэтому и Путин естественно он отказался от нее, когда он уже стал, пошел в горы. Не только когда президентом стал, но задолго до того, как ему стать президентом. Ахмед Халидович, дам вам последний вопрос нашего интервью протестирует Джохара Дудаева Россия умрет, когда взойдет украинское солнце. Это цитата. Какой будет Россия после победы Украины и какой вы видите форму правления в Чечне после Путина и Кадырова? Я нахожусь в Украине потому что я хочу быть свидетелем и сопричастным когда зайдет украинское солнце. Я хочу быть здесь и я поэтому здесь нахожусь. Второй части вашего вопроса. Я очень надеюсь и более того я даже уверен в том, что той России о которой мы говорим сейчас и говорил Джахар после войны в Украине этой России не будет. А какой будет Чеченская Республика да мы уже сегодня готовимся к этому. Я понимаю что после всего что мы пережили после всего что мы перенесли и после такой разрушительной войны а война продолжается вы знаете что на сегодняшний день вся абсолютно вся экономика инфраструктура она разрушена на территории Чеченской Республики нет ни одного завода ни одной фабрики вообще ничего что могло бы людям дать рабочие места 70% безработицы и люди которые куда-то устраиваются это единственное место куда они могут это мои силовые структуры я имею ввиду за исключением там преподавателей врачей которые очень находятся в тяжелом положении и поэтому когда мы деоккупируем нашу страну мы должны находиться хотя бы минимум 5 лет максимум 10 лет должен быть международный протекторат и мы сегодня уже работаем над этим я уверен я уверен это что